И представься. Меня зовут Илья. Я из Санкт-Петербурга. Приехал уже в отчий дом второй раз. Второй мой приезд. И даже не знаю, с чего начать. Начни с того, что будило приехать сюда второй раз. Ну, ты знаешь, самое, наверное, ценное, это с первого раза еще сохранилось такое ощущение, хотя это было два года назад, сохранилось ощущение, вот мы с семьей приехали, с женой, с ребенком, причем жена беременна сейчас. То есть, вот очень хочется такого места, и всегда хочется в жизни иметь такое место, в которое ты все время возвращаешься. Возвращаешься, как вот, ну, отчий дом, мне кажется, это очень близко, как раз такой метафор, такое название, да. То есть, как вот домой к родителям возвращаешься, и ты, вернувшись назад, ощущаешь себя дома. Вот, как будто бы, не просто дома, как ты вот обычно там приехал в Питер, мы переехали, сняли квартиру, мы живем там, это наш дом, но нет вот такого, прям корней каких-то, да, такой дом, который с корнями. Как вот, знаешь, это у бабы Яги, да, там рисуют там дом, да, там на куриной ноге, да, такой с корнями прям. Вот мне еще с первого раза вот показалось, что здесь вот такой дом, он прям очень с большими корнями, как будто бы он очень давно, уже очень много, наверное, люди сюда вложили, уже очень много людей приезжает, и с детьми приезжают, и на восстановление приезжают люди, то есть разных возрастов. И, наверное, как вот говорят, там храм намоленный, да, там когда много, да, там всего. Мне кажется, здесь тоже такое вот место, оно очень сильно наработанное с точки зрения вот этого дома и состояния какого-то спокойствия, покоя, там и так далее. Ну вот за этим, наверное, и приехали. То есть приехали, чтобы, вот как у батюшки есть семинар «Глоток покоя», вот мне так ассоциировать всегда это место с местом, где можно глотнуть покоя, такого состояния, очень спокойного, гармоничного и чего-то очень внутреннего. Ну что еще сказать? Ну, непростой всегда путь сюда, хочу сказать, что всегда. Мы за эти два года даже несколько раз пытались приехать, как-то договаривались, думали. Сергею Ивановичу звонили, договаривались, что приедем, но не срасталось. То есть мне кажется, тоже это такой удивительный момент здесь, что сюда приезжаешь, когда прям вот необходимость очень большая, когда мы понимаем, что прям вот нужно. Сейчас вот такой период непростой для нас, потому что жена беременная, ребенок маленький, все это вместе, так много эмоций, много жизни, много вот хочется какого-то спокойствия, вот мы решили приехать. И что удивительно, даже с ребенком как-то здесь очень спокойно. Ребенок все равно, конечно, такой активный, то есть он со всеми общается, веселится, там висит на всех, кусает иногда и так далее. Но все равно как-то чувствует, что при этом ему тоже спокойно. Хорошо спит, хорошо ест. Ну, место и люди, которые это место здесь держат, да, то есть которые здесь создают это место, они, наверное, многое очень вкладывают. То есть вот эта терапия, она происходит за счет нахождения просто здесь, в этом месте. Ну да, вот ты говорил, что это место намолено, и у меня тоже это метафора всплыло, что такой этот... Каждый гость, который сюда приезжает, тоже частичку себя тут свой вклад оставляет, и вот это вот, такой вклад, оно чувствуется. И, кстати, я заметил, это чувствуется, когда много людей. Ну да. Вот когда нету никого, то и мы тут ходим, ну, по рельсам, там, туда-сюда, пички там, к кухне, вот. А когда много людей, вот как раз вот это пространство начинает пульсировать, такой... Да. Ну вот это удивительно, потому что вот на Новый год, мы не были на Новый год, но мы приехали сразу практически после Нового года, 3-го числа, и вот были на Рождество. И семинар здесь проходил, получается, что здесь было, я просто удивился даже, я не поверил, когда в столовой, да, там, говорят, там, на 27 человек надо сегодня накрыть. Я думаю, 27 человек, да это нереально, как мы тут все 27 человек помещаемся? А ощущение, что, ну вот нет ощущения, что слишком много людей, вот это интересно. То есть получается пространство, оно как будто бы расширяется под любое количество людей. А мы, когда приезжали первый раз, было совсем немного людей, мы приехали в конце февраля, это был конец февраля, начало марта, два года назад. Вот. И было, ну, человек пять. То есть там парень один проходил терапию, он закончил, другой парень приехал, то есть такое было вложение, момент. Ну, человек пять-шесть, да, там, и при этом тоже было очень близко, да, очень как-то вот общение было такое близкое друг с другом. То есть удивительно, что и 27 человек, и все равно находится возможность как-то близко пообщаться. Ну, все вместе, конечно, сложнее, но вот там два-три человека, кто-то там собрались, где-то сели, пообщались, да, там, вместе вечером посидели, посмотрели фильм, обсудили его. То есть много людей, а все равно пространство, оно это вбирает в себя. Ну, да, да, вот это вот ощущение просто колоссальное за этим наблюдать, что на самом деле, вот хорошо-то отметил, что вот это пространство дает именно пространство. Ну, да. И мне кажется, что это вот очень ценно, то, что некоторые живут там, да, там, в Дьячево, например, в пятиэтажках. Есть возможность там сесть там на санке, там, на машину, доехать там с ребенком, да, там, я вот ездил в сторону Волги. То есть это пространство, это получается вообще все это место. То есть все это место, оно очень классное. То есть оно как бы само по себе как бы расположено и, ну, как сказать, оно все как бы предназначено для того, чтобы сюда приезжали люди, общались, встречались, да, там, ходили там из одной деревни в другую, ездили там с ребенком там на санках куда-то. Сейчас там снег выпал, там, красота такая, там, Волга. Это, ну, то есть мне кажется, что отчий дом – это вот для меня не только вот это пространство вот этого дома, да, в котором мы живем. То есть то, что трапезная отдельно, то, что вот есть возможность куда-то сходить – это все пространство. Поэтому, поэтому и 27 человек легко умещается, понимаешь, то есть это очень здорово. И это удивительно, потому что иногда вот на, у нас когда семинар был, да, там, я вижу сколько людей, на самом деле, я вижу, у-у-у, кошмар, сколько людей. 20, там, 25 человек. Как мы же вроде бы не сталкиваемся, там, не стоим в очереди где-то там. Вот, ну, это, наверное, большая благодарность, да, там, большое спасибо, там, тебе и Сергею Ивановичу. То есть тем людям, кто вот невидимо здесь присутствует и все это создает, да, там, чтобы ты приходишь на кухню, а там уже все накрыто, да, там, то есть садишься за стол, тебе сразу дают уже еду. То есть вот это все очень организовано, уже очень много, наверное, наработанного вот в этом плане. И поэтому, поэтому нет вот, нет какой-то суеты и нет вот этих очередей таких привычных, да, там, то, что ты в столовой приходишь, стоишь под носом, ждешь, да, там. То есть здесь все время как-то, ну, наверное, за счет вот этих невидимых работников, да, там, Стас вот работал, да, там тоже на кухне, да, там, Оля, Ирина. То есть вот за счет, почему много людей. Я вижу, что приходишь в трапезную, там, 4-5 человек работает все это время. Ну, чувствуется, что здесь это место, оно, и люди в этом месте, они работают на то, чтобы всем остальным было комфортно, и чтобы вот эта терапия происходила максимально глубоко, и человек там мог, например, просто взять книгу, уединиться у себя в комнате и просто ее читать, например. Для кого-то это такое место будет, а для кого-то это там, как будто у нас позавчера дискотека была, да, там, а, или вчера, я уже не помню, вчера, да, позавчера, да, точно, точно, позавчера была тут дискотека такая. То есть народ прям там тусил, и так далее, до 10 вечера. Ну, здорово, спасибо. И мне вот это интересно. Я в одном из интервью тоже, там девушка подметила, что, ну, как и ты вот, ты говоришь, да, что человек просто здесь находится, и терапия уже происходит. И вот она тоже это говорила, что терапия происходит по мере пребывания здесь, вот. И мне вот это интересно, как бы посмотреть твоими глазами, ну, за счет чего, что ли, это происходит, почему такой, этот удивительный эффект присутствует? Мне кажется, здесь несколько вещей. Вот самая, наверное, такая первая на поверхности вещь, это то, что я сказал, то, что вот ты там и другие люди, которые здесь живут постоянно, вы создаете вот это пространство, вы убираете здесь, вы делаете так, чтобы было удобно, там, подушки, там, стулья, да, там, еда. То есть, вот эти, ну, базовые вещи, да, с одной стороны, это на поверхность. А не смотреть в глубину, то, мне кажется, здесь очень важный момент, что, ну, почему храм там становится намоленным? Там же, я не знаю, не то, что там прям такие, прям такой, какой-то батюшка служит такой очень, такой прям глубокий, или... Мне кажется, он становится таким, потому что люди ходят, много людей приходят. То есть, вот эта энергия именно того, что люди приходят, и с ними что-то здесь происходит, и они отсюда уезжают благодарные, то есть, они отсюда уезжают, ну, излеченные в какой-то степени, да. И это как раз создает некую здесь отметину, как будто каждый оставляет какой-то отпечаток на этом пространстве, того, что вот я благодарен этому пространству, здесь мне было хорошо, я здесь успокоился, здесь я решил какой-то вопрос свой, здесь я там что-то понял очень важное для себя. И вот за счет этих отдельных отпечатков, мне кажется, это пространство, оно приобретает, ну, определенную такую наполненность, да, ну, так могу сказать, это если из глубины. А также здесь, наверное, ну, вот если говорить, это вот одна часть, да, там большая, там базовые вещи, вот эта наполненность, а третья, да, такая очень большая часть, больше, ну, можно сказать, половина практически того, что это создает, это люди, которые здесь служат, да, то есть, это ты, Искандер, это, ну, вот в этот раз, да, то есть, это Стас, это, конечно же, Сергей Иванович и батюшка, да. То есть, мне кажется, что вот Евмений и Сергей Иванович, это те люди, которые являются столпами этого пространства. Ну, конечно, если бы просто столбы стояли такие, да, то есть, дома бы не было, то есть, конечно, все дальше на этих основах, да, там, оно дальше уже начинает как-то превращаться, да, там, в какую-то уже конструкцию. И вот здесь очень много вот этих невидимых помощников, да, которые, там, кто-то пришел, да, там, как Стас в этот раз, да, он там служил, там, на кухне, да, там, он там помогал, там, так далее, волонтерил, как он сказал, да, то есть, так далее. То есть, вот, мне кажется, вот эти вот люди, да, и это вот основное. Ну, и, конечно, каждый раз, то есть, для нас было в этот раз таким подарком, то, что Еммени, он не часто ведь приходит, то есть, он бывает, приходит каждый вечер, но вот не так, чтобы весь день, да, там, а он практически все это время, то есть, приходил с обеда и, там, до вечера здесь находился. Это тоже очень важно, то, что есть возможность с ним пообщаться, есть возможность, да, там, вот мы ставили спектакль, то есть, мы, прям, не просто общались, мы непосредственно, там, делали что-то совместное. У нас было, там, сколько, 10, 11 человек, и вот мы создавали прямо здесь что-то. Вот это, мне кажется, очень многое дает для этого пространства. То есть, те проекты, которые здесь реализуются, вот, ну, очень сложно выделить какую-то одну причину, мне кажется, это все вместе, вот это. Ну, конечно, так и есть, это всегда объем. Ну, да, такой ансамбль песни и прески получается. Ну, да, да. Каждый играет свою уникальную роль. Да, каждый в своей роли, их много людей. И главное, что это такой, знаешь, это даже больше не как ансамбль, то есть, есть зрители, есть ансамбль, а это как какой-то джазовый коллектив, понимаешь? То есть, каждый может прийти, взять какую-то там, я не знаю, тарелку и начать там в тарелку бить. Потом у него так, о, у меня поезд, короче, он тарелку отложил, пошел, вывезти, уехал. А тут, короче, он уехал, а тут уже другой подъезжает. О, тарелка лежит, взял, тоже начал в тарелку бить. То есть, получается, что это такой джазовый коллектив. Все дополнительно что-то вносят. А кто-то, причем, может сесть в стороне и сказать, да ну, фуфло все, этот ваш джаз. И к нему при этом все равно уважительное отношение. Вот что здорово. А это вот, мне кажется, несет как раз Евгений Сергей Иванович вот этот момент, что, ну, окей, он сейчас так воспринимает. То есть, ему кажется, вот этот наш джаз, это фуфло. Ну, пусть посидит, послушает. На второй-третий день человек говорит, а можно я тут немножко тоже постучу, там, ложками, короче, да? Ну, я так это, немножко. Вроде, оп, смотришь там, через неделю он уже тут в ансамбле пляшет больше всех. Вот это удивительно. То есть, нет, как вот мы говорили, да, там, я на конец семинара пришел про ненасильственные моменты какие-то, да, там, про... То есть, здесь нет вот этих вот насильственных моментов. Так, все на терапию, так, в 11 у всех массаж, все на массаж. Ты не идешь на массаж, ты должен, тебя должны отмассировать. Ну, то есть, нет такого, здесь нет каких-то принудиловок и так далее. Вот это как раз очень важно для людей. Вот. Класс. Ну, если уж ты заговорил о подарках, первый ты подарочек сказал такой, скажи еще какие для тебя подарки были? Ну, подарки, наверное, самые большие, это возможность побыть вот просто с людьми, с такими, да, то есть в пространстве, с кем-то познакомиться, с кем-то. Вот мы первый раз познакомились, начали общаться уже, а там, то есть, мы сюда приехали, люди оказались близкие где-то, да, там, к каким-то вещам. Вот. И, я не знаю, я даже вчера думал, как бы я сюда мог приезжать под какую-то задачу, да, например. Я думаю, что вот если бы, ну, не если бы, а вот когда-то, через какое-то время у меня будет какой-то труд, например, захочу я написать книгу. Вот я точно, например, приезжал бы на какие-то моменты, чтобы сюда приехать, например, пописать спокойно, пообщаться с батюшкой, да, там, обсудить какие-то такие глубокие вопросы, где-то вечером взять там кусочек, зачитать там зрителям. То есть, какой-то момент именно творческого процесса. То есть, мне кажется, самый основной подарок это пространство создает возможность для людей, которые сюда приходят, погрузиться в это творчество. И вот это для меня ценно, потому что я когда погружаюсь в это творчество, и хотелось бы, конечно, да, хотелось бы, чтобы там в нормальной, ну, не в нормальной, как бы вот во всей остальной жизни, да, там тоже было много творчества. Но все равно там есть много факторов, которые тебя утягивают в какие-то процессы, да. И, конечно, там есть творческие моменты, а здесь, получается, это безусловно творческие моменты. То есть, в каком бы состоянии ты ни приехал, да, что бы ты ни хотел, каким бы вопросом ты ни задавался, ты все равно попадаешь в некое творческое пространство. И здесь у тебя есть возможность что-то написать, о чем-то задуматься, что-то почитать, что-то с кем-то обсудить. Вот, поэтому подарок основной – это возможность подключиться вот к своему творчеству, что-ли, да, здесь вот это пространство создаёт. Ну, да, у меня тоже образ пришёл, как это, душу раз, открыл, оттуда голуби выскочили, там, ещё что-то, и как раз вот это множество разнообразия души, да, проявлений души здесь как раз вот очень. Да, но оно ведь не только голуби, как бы, и там какая-то красота. Ну, да, и кочерга. Да, и что-то такое вылезает иногда, как бы, не очень позитивное, и кто-то может там все семь дней провести в протесте, например, да, уехать в протесте, но это всё равно очень полезно, потому что он возвращается и чувствует, что ему легче стало. Да, ну, может быть, не просто было всем остальным, пока он был, да, но явно, значит, ему это нужно было, да, вот, проработать. То есть, это пространство, оно ускоряет вот этот глубинный процесс роста за счёт этого творчества. То есть, получается, что процессы здесь как бы ускоряются, на самом деле, все, и негативные, и позитивные, да, вообще лучше их не разделять, там, позитивные, негативные. Просто всё ускоряется, а потом выходишь из этого пространства, и уже ты обновлённый, то есть, уже обновилось что-то внутри. Ну да, и вот для меня что-то ценно сейчас через разговор, что у меня восприятие творчества как, ну, там, спектакль создать, ещё что-то такое, вот. И только положительный аспект творчества, а вот из себя кочергу вытащить, да, это же тоже творчество, попробуй при всех это, изнутри наружу себя достань и скажи об этом, да, и вот это вот тоже момент творчества. Ну да, опять же, здесь тоже такой важный момент, что у всех разные стадии же происходят, то есть, нет же там плохих людей или плохого пути, там, человека, там, хорошего пути. То есть, у каждого в своей стадии, у кого-то сейчас кризисная стадия, и он здесь быстрее эту стадию пройдёт кризисную, у кого-то какая-то творческая стадия, он здесь глубже в неё погрузится. То есть, но однозначно здесь за счёт отношений людей нет такого, что мы делим это на хорошо и плохо, на так мы себя ведём, так мы себя не ведём. То есть, нет этого разделения. Вот что важно. Да, вот это, наверное. Хорошо. И что ты для себя берёшь от себя? Что беру? Ну вот, прям конкретно я ещё могу сказать. То есть, я, например, однозначно понимаю, что театр – это большая часть моей жизни. То есть, я приехал и осознанно сюда ехал, чтобы поучаствовать в постановке спектакля «Уфо» по Иваново-Рапаеву, что батюшка ставил. Это осознанная работа. И я осознанно хочу участвовать в этих проектных задачах, когда я включаюсь в какую-то группу, труппу, да, там, и мы там что-то создаём. Может быть, как актёр, как режиссёр, там, неважно. То есть, я отсюда беру вот это, ну, но вообще это очень интересно получилось. Всего три дня, получается. За три дня был создан спектакль. То есть, я, наверное, вот взял бы отсюда точно, не взял бы, а точно возьму подход Евменник к созданию. То есть, мне всегда кажется, что это очень длительный процесс. Нужно подготовиться к этому морально, физически, там, актёров найти, да, там, с ними разобрать пьесу, там, понять, сможем мы, не сможем. А здесь это происходило совершенно по-другому. И вот этот, как бы, инструмент я точно возьму. То, что Евменник это всё создал в процессе. То есть, он говорит, так, ты, ты, ты участвуешь, так, ты участвуешь, нет, ты не участвуешь, ты участвуешь. Не хочешь, не хочешь, окей, тогда ты участвуешь. Всё, собрались, вот вам раздал, как бы, тексты, почитайте, давайте, прочитали, всё, послезавтра у нас спектакль. И всё, собственно. И никакой сложности, всё очень просто и быстро. Я, как бы, поучаствовал в этом, я вижу, что вот такой проект, да, там, такие быстрые моменты творческие, их важно делать и не бояться. Мы иногда очень долго к этому подходим. Это первая практическая мысль. Я её беру, в принципе, для всей своей жизни. Потому что я всегда к каждому проекту как-то стараюсь долго готовиться. И в итоге некоторые проекты, они умятся. Ну, сливаются их, сливают, точнее. Что второе? Второе, то, что я беру однозначно состояние, настроение, с которым я здесь пробыл. То есть, такое спокойное, размеренное. Это как такой момент осознанности, когда ты там бежал, бежал, дышал, там, как-то не обращал внимания, там, ел, не обращал внимания. А тут, как бы, ты подышал, почувствовал, как у тебя дыхание происходит, почувствовал, как ты ешь, почувствовал, как ты с людьми общаешься. И вот этот вот момент немножко такого стоп, да, такого заторможенности, да, и какой-то такой фокусировки, осознанности. То есть, я его точно хочу взять. Да, и я точно поеду, там, сегодня на поезде, завтра, там, поеду в Петербург, начну общаться. Я все равно начну ускоряться, все равно начнут происходить какие-то моменты. Но вот, оп, я теперь знаю, к какому месту в себе, там, мне нужно подключиться, чтобы вспомнить, там, вспомнить это место, учить дом, состояние, там, вот тебя, и там, оп, и как бы, оп, и затормозиться. И в какой-то момент, там, остановить вот это внутреннее ускорение. Это точно я беру. Я точно абсолютно этим пользуюсь, да, и мне нужно в такие места ездить, чтобы останавливаться. И еще, наверное, третий момент, это вот, у меня каждый раз поражается, насколько мы все очень разные, и вот то, что я говорил, на разных стадиях развития находимся. И у меня всегда есть определенное, там, непринятие каких-то негативных стадий, там, приятие каких-то хороших моментов, там, у этого человека кризис, я, пожалуй, пару дней с ним не буду общаться, да, а у этого, смотрю, засветился, я буду с ним общаться. То есть, вот, это пространство меня учит тому, что это неправильный выбор внутренний. То есть, важно общаться с тем, кто есть рядом. И если у человека кризис, то побудь с ним, если ты сейчас рядом с ним, да, там, проживи, может быть, с ним это, да, там, и не надо пытаться, да, там, уйти, искать человека, у кого там сейчас все хорошо. То есть, мне кажется, что это очень практичный момент про принятие текущего момента, да, про вот это вот, это хард-толье, да, там, жизнь здесь и сейчас, про проживание, там, вот, своей сопричастности, да, там, с другими людьми, присутствие свое, да, там, то есть, вот эти вещи, которые, вроде бы, там, слова такие, ну, сейчас очень много про это мы говорим, да, там, то здесь, вот, в отчим доме можно на, ну, практических моментах это увидеть, пощупать и понять, как это с собой работает. Ну, то, что мы сидим на семинаре, и кому-то плохо, и, ну, я не могу кстати уйти и сказать, извините, я пойду, короче, человеку плохо, мне неинтересно, как бы, и так далее. И вот мы тут терапевтируем этого человека в течение двух часов, вот, и мы все в этом участвуем. И мы вынуждены в какой-то степени, да, и при этом мы принимаем то, что мы это делаем. И это интересно, то есть, это позволяет больше принимать негативную сторону жизни. Негативные моменты. Вот это тоже я практически всегда беру, ну, как всегда, второй раз, но второй раз. Получается, что даже два раза всего лишь присутствие, мне иногда так завидно, что люди там, да, какой раз здесь? Да, слушай, я уже забыл считать, раз двадцатый, наверное. А я говорю, вот это, блин, а я всего второй. Вот, мне немножко, как бы, завидно, да, там, что человек так часто может ездить, да. А я понимаю, что важно не количество, да, важно качество. Можно один раз приехать и так измениться, что ты сюда второй раз уже приедешь с каким-то семинаром, что-нибудь же вести. Я бы очень хотел, честно говоря, может быть, через год, да, там, может быть, раньше, не знаю, приехать, там, провести что-то, там, может, небольшое. Там, с Астасом мы тут думали, то есть, некий проект все у нас пока не продвигается дальше. Но мне кажется, что это произойдет. Поэтому вот это беру. Принятие всяких моментов, негативных, позитивных. Принятие этого его сейчас такое, какое оно есть. Да, класс, вообще класс. Да, спасибо тебе. Ну да, тут если брать это уже, это как метафору, можно даже человеком в кризисе, ну, сантиметрик ты с ним пройди, там, или два, ну, сколько сможешь, да, или много. И этого тоже от тебя же никто не требует. Да, с одной стороны требований нет, а с другой стороны, я чувствую, что это пространство требует, в какой-то степени, в хорошем смысле требует. То есть, оно говорит, что, ну, побудь, побудь здесь, ну, не уходи, не убегай, как бы, сейчас. Побудь, потому что, во-первых, ну, куда ты пойдешь? Обед через час, на улице холодно. Ну, то есть, как будто бы оно немножко тебя подвигает, вот этот, расширяет, да, там, немножко создает такой дискомфорт. Ну, но здесь нет такого там дискомфорта, как, не знаю, чтобы прям вот человек разрывало, да, то есть, это какой-то мягкий дискомфорт, такой и терапевтичный, и при этом развивающий. Вот это классно. Ну, то есть, если ты уже не можешь, ты можешь честно встать и сказать, ребята, простите, я пойду посижу в комнате у себя, да, там, в тишине. Окей, никто даже ведь не посмотрит на себя негативно, наоборот, даже как-то скажет, да, конечно, конечно. То есть, вот это удивительно. И вот это мягкое расширение, оно, ну, дает возможность человеку идти вот в эти негативные моменты. Это вот, мне кажется, самый сильный терапевтичный эффект, когда тебя не заставляют, но есть общая энергия туда направленная. Да, и ты понимаешь, что я сделаю над собой маленький шажок, ты делаешь маленький шажок, а потом он вливается во что-то большее, какое-то маленькое усилие. Вот, мне кажется, это то, что реально может помогать, как я чувствую, да, именно зависимым людям. То есть, вот как они настолько сильно зависимы, что они совсем ограничены в движении, да, они не могут маленький шажок даже сделать. А этот маленький шажок один, сегодня, вот только сегодня, да, пока вот я так, а еще и завтра вот чуть-чуть, да, а потом ты смотришь, тебе уже легче делать большие шаги и дальше, и дальше. Вот, это, мне кажется, самый такой момент для людей, которые сюда приезжают с реальными проблемами, таким, ну, реальными проблемами я называю именно зависимость, алкогольную, наркотическую. То есть, такие вещи, которые человек сам, может быть, уже не может справиться. Ему нужен кто-то еще, чтобы поддержать его в этом процессе. И вот здесь это возможно тоже. Вот, такие дела. Очень ценно, ты говоришь, про терапевтический такой эффект, очень-очень. Ну, и если чего-то ценного еще для тебя есть, то можешь озвучить. Ну, мне кажется, что здесь еще вот один момент я добавлю, сейчас я начал думать, что еще, да. При всем том, что это деревня, и это корни, и это отчий дом, и батюшка, да, и Сергей Иванович, они взрослые уже люди такие, с опытом. При этом я вижу какой-то удивительный момент современности, понимаешь, того, что здесь происходит. То есть, нет такого, что ты куда-то в глушь уехал, и там бабульки сели у костра, да, там, байки друг другу рассказывают, там, и так далее. Вот такая терапия. Нет, то есть, это очень современно. То, о чем говорит Евмений, да, там, те книги, которые он рассказывает, читает, те фильмы, которые мы смотрим, это же последний фильм, это то, что сейчас происходит. И там Иван Воропаев, да, с этой пьесой, которая вышла всего лишь год назад, да, то есть, это все реально очень современно. Я чувствую, что это уже, мне кажется, в какой-то степени обращение к тем, кто может сюда приехать, то, что есть момент, который всегда может отталкивать, что здесь у нас тут Петербург, Москва, у нас тут современность, жизнь, а там деревня глушь, там, какие-то дедушки, бабушки, что там, как бы, приехать к ним, там, посидеть, там, потереть, семки погрызть. Это очень неправильный домысел, да, по поводу того, что здесь происходит. То есть, мне кажется, что здесь вещи, это как очаг такой, у меня всегда метафора такая, что вот есть отчий дом, и, наверное, на карте России есть такие много, да, таких мест, очагов, где, вот, мне кажется, в этих очагах как раз что-то самое важное происходит, понимаешь, то есть, самая современность там происходит, там рождаются произведения какие-то, да, там, искусство, да, там, там рождаются какие-то, там, творческие идеи, которые потом уже, да, реализуются где-нибудь в Петербурге, да, вот, то есть, и таких очагов их много, и мне кажется, что, ну, вот, я знаю только один, да, то есть, я вот не знаю таких много очагов, хотя многие рассказывают, кто-то у меня там вообще, ну, к Турсунову Олегу ездит, да, там, в Краснодар, кто-то еще, то есть, у каждого свои места, но для меня вот это место, оно является именно очагом этой современности, культуры современной, да, и, ну, батюшка, он не какой-то человек, там, из прошлого, который, там, старый завет, там, рассказывает, какой-то, да, в кавычках, да, то есть, вот, что важно, то есть, я вижу в нем совершенно современного, продвинутого, с айфоном человека, ну, так, в кавычках тоже, да, который понимает, что важно современному человеку, вот, что, мне кажется, очень ценно, потому что, это же молодежь может привлекать, да, то есть, совсем, я вижу здесь совсем молодых людей, там, в Химане, 16 лет ему, 17 сколько, то есть, он, а он здесь не первый раз уже, то есть, мне кажется, это тоже очень важный момент, то, что эта современность, она вот, она очень-очень важна иногда современному человеку, что мы здесь смотрим фильмы, делаем пьесы, читаем произведения, которые вот сейчас современные, которые сейчас важны для мира, разговариваем на такие темы, которые сейчас важны для мира, и это, мне кажется, много стоит, вот эта мысль. Ну, да, причем, вот ты говоришь, и я продолжу, что если я иду в кинотеатр, то у меня есть, например, два часа, как бы, этого действия, да, и я в это, ну, где-то внутри подготавливаюсь, там, к этому действию, о, мне завтра, например, идти в театр, но, так, и, как бы, я к чему-то, то есть, хочу сказать, что здесь все-таки еще вот эту современность, на эту современность очень хорошо вот этот деревенский уклад накладывается, он очень такой размеренный, размеренный, что позволяет вот эту современность на вкус попробовать. Осознать глубже, да. Потому что за два часа я могу только, как бы, только начать въезжать вообще, что я здесь нахожусь, ну, это, приплыть сюда, а тут уже все закончилось. Закончилось. Да, да, да. А здесь, да, здесь в этом плане, вот, например, как строят Евмений, да, там, ну, это секрет уже такой небольшой, да, как он строит просмотр, да, там, ну, чуть-чуть скажу, то, что мы же не садимся и сразу начинаем смотреть фильм. Вот что важно, да, то есть, он подготавливает нас, какие-то клипы мы можем сначала посмотреть, какую-то, да, там, речь какого-то оратора, там, современного, да, там, или какого-нибудь просветленного и так далее. То есть, мы потихоньку, постепенно готовимся к тому, чтобы начать погружаться в какую-нибудь тему. И мне кажется, это да, это то, что ты говоришь, это очень важно. То есть, здесь есть возможность затормозиться, успокоиться и с самого начала фильма начать его воспринимать, например, да, а не там к середине фильма понять, что, о, наконец-то я остановился, я фильм смотрел. Ха-ха-ха. Вот поэтому я не хожу в кинотеатр уже давно, очень, да, там, несколько лет, не хожу ни на телевизор, не смотрю ни на кинотеатр, потому что я понимаю, что друг в другом процессе, другие в процессе. А здесь есть возможность погружаться во всем. Спасибо вам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok